Для воспитанников Белгородской коррекционной школы-интерната номер 23 провели мастер-класс по рисованию песком. Акцию организовали сотрудники полиции. Также они напомнили ребятам основные правила дорожного движения. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Диана Халединова с подробностями. Вот так вот кладем на песочек, две ладошки сразу. И теперь мы двигаем вперед, назад. Прежде чем создать песочную картину, дети знакомятся с подручным материалом, оставляют следы от своих ладошек. Затем легкими касаниями пальцев рисуют героев и необходимые детали. Сегодняшний персонаж – лев. У одних с добрым, у других с грозным взглядом. Для Саши и Наташи, как и для многих пятиклассников, рисование – любимый предмет. Но изображать героев с помощью песка им пришлось впервые. Я сегодня рисовал песком. Первый раз мне очень понравилось. Сейчас они раскрыли свой внутренний потенциал, свои творческие способности. И они будут бояться делать чего-то нового, необычного. В 23-й школе-интернате учатся слабослышащие дети. Поэтому вместе с педагогом по рисованию с ними работал сурдопереводчик. Акция получила название «Песочный перекресток». Она приурочена к Международному дню инвалидов и призвана обратить внимание на проблему безопасности людей с ограниченными возможностями. Мы подумали, что рисуя песком, дети смогут расслабиться, отличиться от повседневных проблем и забот. И в то же время смогут вспомнить правила дорожного движения. Нарисовать понравившимся им фигуры, автомобили, пешеходные переходы и все, что они пожелают. Пока одна группа школьников рисовала песком, другие своими руками делали сувениры. Фотографии песочных картин совостоятельно оформляли в рамки. Возможность выразить себя с помощью этой акции предоставили 19 школьникам. Слова благодарности хочется сказать организаторам акции, что дети смогли сами попробовать нарисовать песком, получили массу эмоций, впечатлений. В ходе мероприятия сотрудники госавтоинспекции в очередной раз напомнили ребятам основные правила дорожного движения. Рассказали, в каких местах можно переходить дорогу, а также подарили на память светоотражающие наклейки. Диана Калединова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.